Я думаю, что мы тогда начнём и рассказываем как раз наше исследование про алгоритм исследований, состоящий уже из трёх частей, возможно, будет всё. На самом деле это такой цикл между правом, программированием, социологии. Мы надеемся, что у нас исследование нам всего навезло в темах маршрута насилия, а именно в статистике маршрута насилия в России. Сегодня на нашем первом в нашем воркшопе мы упомянули, что Россия является трудным лидером, и мы, как юристы, некоторые из нас, как социологи, как правозащитники, решили на тесном подтверждение. И, собственно, для этого применение такое адапта последовало. – Очень часто нас спрашивают, расскажите цифры по домашнему насилию. Но, к сожалению, в России нет статистики как таковой, МВД не ведёт этой статистики по домашнему насилию, потому что нет самого понятия. Поэтому мы пытаемся получать данные и анализировать ту проблему, с которой работаем, в том числе сами, благодаря своим силам. Я представлю Светлана Жучкова, исследовательница, дата-аналитик, которая участвовала все годы с нами во всех частях исследования алгоритмов света. Светлана Жучкова, исследовательница, дата-аналитик, по сути, Светлана Жучкова, исследовательница, дата-аналитик, по сути, специальную программу, решили назвать, собственно, почему называется алгоритм света. Первые данные, или да, безусловно, у нас была большая команда всех, кто работал в исследовании, юристки, волонтёрки, которым мы очень благодарны, потому что анализ исследования данных был колоссальный. Около двух тысяч приговоров, которые в Крансапе, и потом мы работали с ними также. Хорошо, Листай. Это цифры, с которых, наверное, нужно начать. Когда мы презентовали наши исследования, первую часть, то выявили, что количество всех убитых женщин за 9 лет было 66% от всех изученных приговоров. А? 65,8. Ну, следует 66%. Потом мы продолжили наши исследования в комедии год, потому что во время комедии насилие росло во всех регионах, и насилие выросло 66% до 71%. Но, наверное, надо сначала рассказать, как вы работали и что за методологию их пользовали, прежде всего уходили на цифру. Да. Всем привет. В России, действительно, не очень привиальное у нас исследование продолжается. Уже третий год мы стараемся, я вас в условиях, когда у нас нет в России официальных каких-то цифров, официальных статистик по домашнему насилию, использовать какие-то альтернативные источники. И вот третий год уже мы в качестве такого основного нашего источника данных используем тексты судебных приговоров. Если кто-то не знает, в России все тексты приговоров, ну, за исключением очень большой категории, они обязаны публиковаться онлайн в течение какого-то периода, и мы уже третий год подряд постараемся воспользоваться вот той информацией, которая в текстах приговоров заложена. Раньше мы анализировали приговоры только по убийствам разных статей, и вот в прошлом году, в позапрошлом году мы представляли цифры, которые говорят о том, насколько вот среди всех убийств женщин, совершенных в России распространены как раз то, что вот называется интимные парни, или family related, то есть убийства, связанные с осуществленными членами семьи или как интимные партнеры. Раньше мы фокусировались только на убийствах, и в общем-то эта статистика понятна, мы ее презентовали, но мы решили посмотреть еще в других типах преступлений, которые не дошли до убийств. Насколько тоже распространено домашнее насилие, и какие вообще в целом закономерности, в том числе гендерное какое-то распределение или еще какое-то мы можем из этих данных извлечь. В этой волне, которую мы дальше будем презентовать сегодня, мы фокусировались на преступлениях, которые о тяжком вреде здоровью, но которые не повлекли за собой смерть потерпевшего. Это собственно статья 111, первая и третья часть. Мы выкрутили вообще все доступные приговоры по этим частям 111 статьи из двух источников. Это Газправосудие. Газправосудие – это официальная система, на которой агрегируются все дела судебные, кроме судов Москвы. И отдельно к ним добавили еще, собственно, дела, которые рассматриваются в Москве. Смотрите, сайт мы его сюда. Автоматизировано это все выгрузили. Это очень большое, чтобы вы понимали объем данных по тем годам, 2011-2022 год, мы обнаружили всего опубликовано более 150 тысяч приговоров. Это очень большой массив данных текстовых. Говоры еще могут быть очень насыщены. И, естественно, вручную, как бы, мы… Ну, просто занимало бы огромное количество времени и ресурсов, чтобы правильно сделать эти приговоры и эти тексты. Поэтому в сроке ли волны исследования мы стараемся как бы некоторым автоматизированным образом извлечь нужную нам информацию из этих текстов приговора. Это вот в той области, которой я занимаюсь, интеллектуальный анализ текстов, это реализуется двумя путями. Либо мы, если мы замечаем, что приговоры используются какие-то плюс-минус повторяющиеся формулировки, мы составляем какие-то правила и ищем прям в приговорах эти формулировки. Ну, скажем, если мы видим в приговоре слово «подсудимый» или «подсудимая я», мы вот на этом основании можем понять, собственно, какой пол у человека, который совершил преступление. Такого рода правила составляем и вычленяем нужную информацию из этих текстов приговоров. Второй подход, он чуть сложнее. Мы его применяли ранее и презентовали подробно ранее. Это подход, который основан на машинном обучении. Если мы не можем составить формулировки какие-то конкретные или этих формулировок слишком много, то мы стараемся сначала прочитать какой-нибудь пул приговоров самостоятельно, закодировать то, что нам интересно. В данном случае совершено ли преступление партнерам или родственникам или кем-то другим. Вот это как раз тот случай, когда мы не можем составить общий пул формулировок, чтобы правила какого-то строго составить. Мы поэтому здесь обращаемся к машинному обучению. Мы прочитали часть разговоров, а все три главные. Закодировали информацию, кто совершил преступление. И затем, здесь я вот так учу, какие-то детали такие же на алгоритмические и математические. Затем мы с помощью специальной программы включим ее, ну машину, поэтому называется машинное обучение. Ищем ее, разознавать какие-то закономерности в текстах приговоров. На основе всего текста приговоров. То есть машина, в данном случае это формулирование, модель машинного обучения, она анализирует весь приговор и сопоставляет текст приговора, каждое слово приговора с той меткой, которую мы поставили сами, прочитав самостоятельно приговор. На основании этого начисляют некоторые баллы, то есть тем словам, которые используются в тексте приговора, они могут быть как положительные, так и отрицательные, но в сумме вот эти баллы позволяют мошенникам и предупреждения, о чем идет речь в этом приговоре. Кем в данном случае совершено было преступление. Вот эти два покода мы использовали. Это, да, все характеристики, которые мы вот этими двумя подходами вытаскивали. Все, кроме вот преступления совершенного расстройства или партнера, мы находили с помощью вот этих правил, вот эту характеристику с помощью модели машинного обучения. И еще сказала про то, что если раньше, когда мы анализировали приговоры по убийству, вся нужная информация, этот минус находилась всегда в тексте приговора. Здесь, когда мы перешли вот перейти к этой категории дел, ситуация чуть-чуть сложилась, потому что для этой категории дел свойственен так называемый особый порядок, когда дело рассматривается вообще без воздебного разбирательства. И в таких случаях приговор получается очень неинформативным. То есть вот все характеристики, которые нас интересуют, в таких приговорах, которые рассмотрены в особом порядке, мы их не можем там обнаружить. Ну просто потому что сам приговор очень короткий и неинформативный. По этой причине вот все, что дальше будет показано, это те цифры, которые получены на делах, из которых ты исключен вообще особый порядок. То есть здесь мы, к сожалению, выносили на участие кратить вот по двух данных, которые мы анализировали, просто потому что в других делах, которые рассмотрены в особом порядке, мы не можем вообще просто никаким образом определить, что там за этим делом срывается. Вот, но, к слову сказать, само сопоставление дел, которые были рассмотрены в общем порядке и в особом порядке, тоже нам дало некоторые содержательные результаты, о которых вот Татьяна дальше в том числе расскажет. Здесь на слайде вы можете видеть, например, как вы сказали приговоры на информацию, как разговаривать кусочек, на радио претения потерпевшего здесь написано, что прямо на договоре, что он не улучшит, морально людей не потерпёшь, и мы такие, окей, и мы прямо читаем договоры сначала, с нестретельно, с вами, вот, и пойдет, как дает ответственность. Я вам скажу, в каком выглубе, я не могу прям, собственно, грузить цифры на самом деле, но о каком формате вы получили, анализируем только договоры о существовании тяжкого бреда здоровью, их аблякции, смерти, конференции. То есть мы понимаем, что мы говорим об этом контексте. Первое – это то, что не менее 43% женщин пострадали от домашнего насилия. То есть от друга партнера или родственника. Это видно на графике. Можно давать это видно. Да. А по сравнению с мужчинами, где около 16% пострадали от друг партнера или родственника? В самом начале мы говорили, что это то насилие, которое оказывает безразмерное влияние на женщин. Ну, в данном случае. И как раз мы видим, что разница даже в таких преступлениях, как причине тяжелого бреда здоровья, которые в основном бывают не только в семье, но и в целом, как происходит, например, в какой-то шумной компании, в коллективе, в воздействии на алкоголь и так далее, что даже если видим эту разницу между женщинами и мужчинами, страдающими промышленными насилиями, а женщин все же больше. Но в этом случае, в отличие от остальных, мы как раз и старались страдать информацию о женщинах и о мужчинах. И следующий слайд, пожалуйста. Также, изучая проценты домашнего насилия, также увидено, что в обоих случаях преимущественно его причиняют партнерки или партнеры. И говоря о делах, где насилие совершают партнерки по отношению к мужчинам, мы об этом вернемся позже. Многие из них сообщали о том, что они оборонялись от бедного насилия. Абсолютное большинство агрессоров – это мужчины. Нас часто спрашивают, страдают ли от насилия мужчин. Действительно насилие страдают как и женщины, так и мужчины. Но от рук кого чаще всего. Также от мужчин. Давай покажем его. График. 82 – 81%, практически очень близко. То есть, в равной средине мужчины причиняют расследование женщинам. Следующий слайд. 79% предвидимых женщин, то есть те, которые были обменяемы в делах, которые они работали, заявляли о том, что они защищались от адреса. И поэтому причинили ему вред. А там есть разница между предельной обороной и внешним причинением бреда здоровья. И они были осуждены именно за умничьим причинением бреда здоровья. В то время, говоря о мужчинах, только 17% заявляли о том, что они их не защищались. То есть, и разница тут в колоссальном уровне. Почему наши исследования, а мы в начале не рассказали о том, как эта эксплуатация называлась? Называлась «невыгодная сделка». Почему так? Особный порядок – это такая кукалика, можно сказать, из англосаксонской системы права, где есть, наверняка в сериалах многие видели, какой договор со следствием. «Давай сейчас договорим, сейчас выясним, как все рассмотрим, и все будет нормально». Ну и быстро рассматривать. Особный порядок – это порядок, который позволяет не проводить судебные разбирательства, но есть определяющие согласия с применением, все в целом хорошо, не нужно разбираться в течение нескольких месяцев, а потом имело место в преступлении или нет. Все все взрослали. И это экономия ресурсов правосудия. То есть временный судей, из-за основной бумаги. В общем, временный судовца. И когда мы смотрели дела, где включен особый порядок, то есть дела, где как раз не было следовательства, мы увидели, что процент тех, кто заявлял о самообороне, резко снизился. То есть 79% до 20% женщин и 20% до 9% по мужчинам. Что это значит? Что когда дела рассматриваются в особом порядке, суды не уделяют внимания фактору необходимой обороны и вообще фактору домашнего насилия в целом. Они не изучают этот вопрос. Что и идет к несправедливому обвинению тех, кто защищался от насилия в силу. Почему мы сделали такой вопрос? Как раз потому, что в особом порядке не понадобится никаких разбирательств. И мы как раз, как говорила Света, сделали это у нас обоставление, вроде, между особыми порядками и общем-то. Снижение цифр, 90% и все это. Как-то там не отличается. Следующий вопрос, пожалуйста. Говоря о противоправном поведении, суд признал, что мужчины любили противоправно больше, чем женщины, в 43% поведения потерпевшего было вызвано противоправным отношением женщины, а она даже не смотря на это, часто противоправное поведение принималось скрипное в силу человеческого насилия в плане домашнего насилия. И суды закрывали на это глаза, они не то что не учитывали саму пробу, они постановали это по противоправному поведению потерпевшего, что скрипит наказание для женщины обвиняемой преимущественной гражданой. Следующий слайд. И такая же история с моральным поведением чаще постановали в отношении мужчин, чем в отношении женщин. При этом мы делали раскидку по полусудия, скажем так, между нами девочками и мальчиками, и мы пришли к выводу, что полусудие никак на это не сказалось, то есть мы специально его прогнозировали, потому что чаще всего суды – это женщины, и то, что люди были женщины, никак не сказалось о том, что мужчин чаще прегонируются, пишут ли онорально преднаправленные по людей. София? Да, и следующий слайд – это ссылка на наше следование. Данное место намного более подробно, с иллюстрациями, с примерами, приговорами, довольно обширный текст. Перегоняя по этой ссылке, вы можете посчитать не только о том, как вы проводили исследование гибридового мужчины, также о тех, кто вы проводили в плане наших интернет-волонтеров, а также по форме перейти на часть предыдущего нашего исследования, где вы говорили о том, что 66% убитых женщин в результате товарищевого исследования во время калиния этой цифры, красивого связи с тем, кто мог. У нас все. Большое спасибо. Мы говорили о том, что 2 приговоров на установленную преступленность действий. Ну, вот человек говорит, что здесь не так. Но при этом человек рассудит по статье о умудшенном убийстве. Ну, просто умудшен, я тебя обошел, сформировал, ну, получается, что это… То есть, нам прям приговорили, написано, вам было так плохо, ну и… Плюс по месяцу. Ну, там не выяснилось, что мы будем готовы, то есть, к умудшему он может и внезапно возникнуть, но, на самом деле, вопрос про авторику. То есть, мы на самом деле говорили про то, что выгодность этой вот сделки, а под сделку мы принимали особый порядок, не заключается в том, что женщина, ну, условно, представим эту ситуацию. Домашнее насилие женщина пытается защититься, подвергнуть нож, потому что чаще слово не бывает, и в захите попадает в бездорогие причины. То есть, это не было легко смерть, но для здоровья причина. Мужчина обращается… Кстати, почему мы выбрали статью «Усподейству», потому что по ней тяжелее ее скрыть. с тяжелыми травмами из того, кто придет в больницу, и из больницы просто сообщит о том, что поступил такой человек с киноправмами. Вот. И поэтому… «Полоцать» и «Стукничать». И, собственно, возникает вопрос, что мужчина ушел с тяжелыми травмами, что будет, что… Там уходит жена, она на меня пришла ударить, и уходит полиция к женщине. И ей говорят, слушай, мы сейчас… «Сейчас особый порядок, кстати, по этим делам это умилят». То есть, я раскладываю этот бережный, да, чтобы порядок был. И полиция говорит, «Стой, ты сейчас признаешься, там еще в простом порядке показаний может быть меньше, то есть, более, двух трех тех максимального наказания». Все признаются, быстро рассмотрят, наказание у тебя поменьше на плаче, то видно бы, что ты совершила. Ну, вот телесные повреждения, вот нож, все на есть. Женщина сама, во-первых, не может так сориентироваться с полициями, не верну и юрист сориентироваться в такую ситуацию, мне кажется. А во-вторых, здесь можно обладать специальными юридическими знаниями для того, чтобы сказать, да, это моя неопределенно оборона. То есть, я говорю, я даю показания, как в соответствии с тем, что это неопределенно оборона. Потому что, я так считаю, когда мне вот это давление, даже легко вот это опазывается, что мы все же боятся, по-прежнему телу, мы все понимаем, ну, вот. И в итоге, да, это наливается то, что есть проговоры о противоправном поведении в СССР, или оборачивании в СССР. 79% женщин говорят о том, что они защищались, сосудят, то есть то, что они как-то высшими причинами оказались, как будто, ну, причиной того, что они желали наступлению для здоровья, но просто они такая не зачастливаются. в СССР. В СССР. В СССР. В СССР. В СССР. В СССР. В СССР.